только быстро передвигается команду которая мк это же просто жесть там сетап любого кила это вообще прям муслата для глаз ну а мы давайте дорогие друзья посмотрим все-таки встречу без кост и фальконы третья карта ну и проигравшая команда падает в нижнюю сетку победитель оседлает верхнюю да и продолжит свой путь далее зашли пока что в самоках обе команды расставили vision это чтобы видеть лучше как ни странно уж простите за тавтологию но и чтобы засыпать драку ранее за руны возможно стопроцентный венрейт на мк пока что малрина интересный мув смотри совершил пангич пробежался забрал смотрителя чуть ниже от вышки если обратите внимание чуть-чуть ниже опустите вот здесь вот здесь вот здесь уже шторм переконтроле просто это редкое явление что вот так вот кто-то в наглое забегает из противоположной команды за т1 и вот контроль от vision здесь без какой-либо поддержки со стороны имеется ввиду так лампе лампе идет сейчас я тебя накажу но нет все таки по логике вещей 22 по рунам но если драка будет еще еще не знаю будут биться или нет пока у нас а вот кстати по ходу не маман геймс небольшой по карте начинается фэлконс должны забрать по идее могут три забрать прямо сейчас прямо сейчас могут забрать три да да не забирают три одна достается всего лишь без кост отлично сыграно шикарный старт еще бы фб где-нибудь кору оформить да это перфектный старт бы назвал бы наверное согласен ну что поехали сразу же quick buy bottle от лампи ну и мк ну наверное тоже все таки в 2 вбшки какие-нибудь там фласка крипов свой герой опять же vision есть манки кинга тоже преимущество поэтому в миде как будто бы шторм перекрыт но даже без vision он был бы уже перекрыт да да ну вот уже мало уже уже побежал вперед еще тысячку в общем вы понимаете как это будет происходить огромный плюш тарма в отличие от тени да то что у тебя хотя бы рейнджевик герой да и что-то наверное сможешь добивать но манки кинг даже с рейнджевой камеры без проблем справляется за счет своего радиуса атаки за счет бонуса урона который получает фасиски поэтому нормально так ну вот интересно посмотреть за морфом морф в эту катку на самом деле весьма неплохо смотрится если конечно он прям если статистику последних матчей конечно морфинга там ситуация крайне печально помню я не выиграл если не ошибаюсь но я соглашусь что герой сильный просто как будто бы сейчас он не особо впитывается в современную мету и как-то на второй план уходит больше не знаю честно говоря вот допустим вот килл потенциал вроде как и вижу да от фальконов но это настолько должны господи у нас тут действительно свен саппорт да 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 свен пятерка и вот настолько килл потенциал он вроде есть у фальконов но это насколько криво должен нажать кнопки условно морф минус курьер то попасть до минус курьер с флаской да ничего себе я думал фласку донес если честно ну ладно и кин или миша чуть-чуть гоняет 2 левел уже или миша не сказал бы что прям плотно пробивает а что там прокачано на первом печенька какая нет у него да 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 ну кстати так а что у нас на центре ладно 6-2 у шторма 8-4 у мк ну окей 3 ловела получено ну пока ок пока небольшая погрешность в 3 крепочка сохраняется но это мелочь это наверно даже лучшее что мог бы позволить 50 на 50 да но вот как дальше будет ситуация развиваться сейчас самое опасное время потому что лвла с каждым лавом урона больше где-то можно и не уйти учитывая что есть контроль у малдрины здесь да можно и слова фраги делать так это морф проседает между со свеном до пошла заварушка но крит пока что 1 уровня амар 3-го нормально 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 крит амар крит кстати грамотно сидела он пока бегает там развлекается смузом и так далее не плеч лично не лечит лишнюю экспу у своего тиммейта и за счет этого до разница в левеле присутствует а кстати можно сейчас будет напасть на самом деле у снайкинга это второй уровень и скитер я не знаю бим есть или нет или он пока что вы не прокачивая думаю что он наверное по пассивка в два опаде придерживает а скорее всего фарм в приоритете пока что они откачал на нападение гранатка и таким что-то наполучал много дэмэджа еще один infernal blade погибает виталия в размен выходит snap fire здесь нужно самой как-то убежать но скитер сейчас должен все сливки здесь собрать с этой драки еще один фраг оформить мана не хватает на еще один бим стороны или забрать нужно по задинается может быть я думал просто за рун и денег пойдет хотя бы как-то еще напоследок на портале не на портале начернить команде фальконов но здесь мус но есть варкрай довольно сильная штука с вены поэтому 9 пиков поэтому да он может может здесь побороться но вообще так-то крит посол не должен быть на дистанции дачу и вард сломал нормально с антрюшечку а теперь мус еще и попытает задинаете вот а он сейчас его еще и больше бочечкой на клифф может это он еще на самом деле не обмазывает напалмом просто с руки бьет все равно приятно да что у тебя герои из-за разницы хотя бы того что ранжевик милишник спокойно себя чувствуют и у тебя уже саппорт не делает ничего практически он и на линии особо не может стоять на что трудно делать отводы и так далее здесь прилипа прилипала прямом смысле этого слова битрайдер и все он не хочет тебя отпускать мус но по-моему это но не то битва а на линии один на один на самом деле битрайдер то не битрайдер господи панга себя нормально чувствовали хорошо так у нас 2 300 мк 2 300 у луны 2 300 у панга но это уже на классе такое ощущение вот здесь вот реально показывают фалконс то что умеет малырин здесь уже не дает и лес фармить лампе лапе кстати скорее всего погиб потому что стаки напалма там еще и курьера могли забрать ладно не стали давить за ним подвышку но все равно пробивают и напрягают малырин занимает стратегическую позицию на дереве готов врываться если что но это все еще подвышкой и слишком опасно в итоге кредо не сломал вижу на клип который выпуск на поставил свой он сейчас пойдет оп 1 2 переиграно но соус войны сразу есть контракт да грамотно сделал чтобы просто не разбил здесь крит потому что если бы не дал контроль то можно было бы и поплатиться вторым вартиком все верно все верно так у пайка тоже здесь уже 14 тиков заряжена пт появляется у луны целом пока все очень хорошо команда фалькот никто у 2000 преимущества на 6 минуте до бодро стартует продолжает разгоняться я думаю что темп сейчас будет закручиваться с каждой минуты шторм будет играть ну не знаю через какой билд нет ну что там вич блэйд орчит по-разному разные ситуации бывает наверное вич блэйд какой-то что-то такое да так но это тяжело будет для виталия хотя не нормально а живет а увидели что снэпка перетянулась нет смысла снэпка то так то тоже много урона выдает в ответ так она и ставит еще печенька швардов тебе поэтому цепануть прям вот так вот думаю будет тяжело тем более под землей на трибунички здесь у нас опять погнали за тут на этой карте мус и крит лучшие друзья мне кажется не разлей вода как говорится в роза ручку с тамары ходим пары да да взялись за ручку из одной линии на другую перекачивать опа не будет до последнего тратить его просто кайты смотри его даже не хотят на него контроль лишний давать маларин запрыгивать елки и спрыгивать сразу же бомба страйк до свидания да свен конечно вообще не удел в этой игре у него и этот раз крайне печальный и левела нет и что делать ему не ясно мы говорим до свидания еще и забирает руну из-под носка прямо в наглую ну по всем фронтам такое ощущение что уже закрыли повтор предыдущий катки не люблю такого конечно говорить раньше времени но похоже на то что это прям очень быстро будет потому что monkey king таким стартом луна ты же понимаешь что они и вышки сломают быстро и в драке они вероятно в паре у а луна дает симауру мк оставит эту тут арену он еще и вижу на дает просто тучу а без кос по сути и без вижу на играют и непонятно за счет кого камбэкать да морф нам не что-то фармит но когда этот морф заиграет не скоро еще ему там нужно как минимум наверное шмотки 3 это то же самое что и в эрк который в целом имела хороший надворст предыдущий катки да от пайка но глобально в эрк как и вся команда ничего-то и не сделает крит в миде окружает его втроем но хотя бы крита забрать уже хоть что-то он всех расталкивает пытается выиграть время но нет урона хватило хорошо так а здесь приходит мк уже с ним уже не не хочется дело иметь понимает это шторм пора валить а здесь набегает на и кинг шарды не самые лучшие залетают в итоге неудачное нападение здесь у нас отрезает от вруны волшебства шторма чтобы он не подконтроле оставляет маларину так ну что будет ли драк у нас на центре лишь все-таки за его едет пока маларин пошел искать дальше там можно стать какие-то или еще что-нибудь или на виталия таки есть виталий кажется что-то чувствует ну он должен чувствовать учитывая что оппонент только что в мире по т-1 показывался там дайте так не очень далеко но стаки забирают и правда пусть не так уж и много но все же мне все равно приятно dragon land не за горами уже у скитерам скитер уже в т2 потихоньку начинает долбиться и вышка потихоньку начинает падать а на руне нижней возможно будет очередная драка или на треугольнике не знаю пошли бы дальше у нас без коста или нет но нет не рискует 3 600 у шторма ну кстати неплохо хотя бы более-менее вернулся после того фрага на центре по батрайдеру не сильно теперь так уступает мк ну вот здесь амар амар ну классический диффуза да да у него там аура пока что да пайп пайп будет собирать себе в приоритете потому что ауры нужны falcons потом может быть диффуза дисперсер там диффуза может себе собрать и маларин в этой игре на самом деле если надо будет питывает пока что амар врывается doom вкасовывается все пангольера есть ультимейт от скитера правда крепочки мешают не такой эффективный он получился пытается убежать отсюда мар но за ним три героя амар погибает и фраг для лампи но здесь может погибнуть сейчас виталий виталий подзажат шардах нажал стики снова болт прямо в эльми шо виталий попутно раздавила этим шаром и скорее всего снепка тоже не уйдет там батрайдер в это время бросается за свеном разделились немножко falcons 0 миша здесь понятное дело да уже не уходит и это и очередные фраги ну морфа у морфа кстати тоже там проблемки но нужно но морф перекачка уж понимаешь у него там кстати что у него можно на секундочку глянуть мой если какая-нибудь барбит масочка не менее у него там dragon land а он идет неприятно конечно что даже с небольшим ластилом покомфортнее себя все-таки чувствовать но так тоже можно но я к тому что у тебя все равно хп будет недоставать вдруг там кто-то мк тот же найдет тебя с елки там бандл страйк . все и до свидания так ну и в принципе молнии тоже совсем скоро появится уже манки кинга дальше глейтнер и шторму будет очень и очень нехорошо уж тормажа в свою очередь 4 400 по нет ворсу через вич плейт каю у нее кстати амплифай но не стал прыгать разбивается смог и попытка снизу будет видимо подраться снизу находятся два героя команды falcons теперь уже три потому что есть перетяжка также от крита сюда крит видимо будет целью до нападают на него но его это устраивает окей снизу снизу больновато сна и кингу сна и кинга скорее всего тоже в жертву оставят здесь это наверное уходить должен да это столов рак для пайка хотя подождите как уходить здесь мал рин развороте нападают ничего себе пытается убежать отсюда морфинг но и вздувает ультимейтом луны также у муза могли бы быть проблема нам далеко ночь на дворе очевидно да но нет все таки не догнать свена наступает снова день ультимейт заканчивается луна и на этом драка тоже в принципе подходит своему завершению но зато она результативная морфлинга отправили в таверку отдых отдохнуть дай ну и луна здесь возглавляется строчку над вороса 5 700 миде становится очень большой но вот на миде действительно может что-то интересно но сюда подтягивается просто и луна уже сюда перетянулся мал рин сверху там же перекрывает два игрока со стороны команды falcons олимпи хотя мару больно мар нажимает ультимейт на кинг впитал в себя ультимейт снайпфайр и это уже минус две кнопки у команды без кост причем такие довольно важные дум сразу же залетает просто пангольера арена ставится от манки кинга пангольер живой пока что по крайней мере и выживает да он хочет но был спирт при память бафнул себе амар ну конечно марта на тоненького исполняет то это дать ему должное не нервничает лишний раз до остальное остальное холоднокровие показывать что я выдаю ладно и что выдают falcon да 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 ну слушай выбили doom это тоже свой образ за сигнал такой сейчас можно пойти можно пойти совсем скоро ультимейт у луны откатиться но про дарья на мк оттуда сейчас потому что он ее отдавал на сейф под гольера сверху скан подтягивается к тасику амар и вдвоем попытаются забрать сейчас виталий возможно шестого пока 3 3 3 летит еще малрин наверх и вот оно уже нападение манки кинг неподалеку вряд ли убежит отсюда doom до баба страйк шарды ну играешь и да да довольно просто медас появляется у дума к слову быстрее чем в предыдущей катке да ну потому что дум в предыдущей собирал сначала пайп себе точнее даже не предыдущая первая карта была по моему да нет у пайп был к месту там пайп сто процентов ранее здесь то же самое про на тамара обычно такие билды предпочитают здесь то же самое делать на панголере примерно blink dagger у крита все игра закончилась да и ты уже увы реально реально на данный момент игра закончилась на что сэйва атласу нет никакого это правда ну и у марфа man the style вот сейчас появится уже за контролить активочку следующий нужно через пять секунд посмотрим что это будет за руна ну и в целом смакануть смогут фалькона я думаю уже они пока понижение ой хоста вообще привод для бэтрайдера мне кажется да и для мк того же там у тоже весьма весьма приятно и втором может быть оставить ну нет криту все-то малырин тоже может они до малырин забирается миде вышка все еще стоит я удивлен я думаю они уже забрали если честно вот занимаясь этим вопросом скитер мы видим снизу пока что отпушивает doom но у дума проблема его уже ждали здесь есть план перехват довольно легкий фраг быстрый резкий и без шансов на выживание здесь для дума конечно ответная смог атака сейчас будет со стороны без кост на кого на скитера но скитеру на помощь уже летят у скитера кстати реальные проблемки его не успевают спасти никак здесь врывается морфлинг он увидит малырина с малырином драться никто не хочет потягивается марба на страйк зажимают паука в шардах и прыгает туда пангалер ну сам застрял да боже мой как тут развернуться говорит передача переключается не понимаю в итоге такое себе нападение разворачивается фэлконс могло быть все гораздо лучше если честно могло но он в итоге вытолкнул просто из шардов взял и помог ну ладно это чтоб обиднее было но все равно как итог 3к общее преимущество за фэлконс из плюсов я вижу стриг горит на шторме и у него приличный нетворс может быть за счет этого смогут без коста что-то сделать так у нас активная дота проложает успевает успевает эти из-под фокуса не хватило урона чтобы его забрать за контроль бетра малырин далековато сейчас перетянулся да и вышка падает до вышка на центре минус а в лесу чуть левее могут найти сейчас миша и миша конечно оценили мы конечно мул плане характера но по итогу качестве плохо получилось дум взлетает кстати вам monkey king а но есть под сейв snowball и monkey king пока поживет за музом погоня убегает лимпи отсюда monkey king выживет ли вроде хватает хп да хватает вот ему хп не хватает хорошо все на тоненького все рассчитано и пока что ни один из думов от думам не реализованы а тут еще и стаки забирает какая красота манта стал уже готова практически ну дальше дело техники до до ручки лампе похвален 12 не за горами у шторма также ну и в целом мы смотрим да тут уже 6000 перевеса по натвор суммарно за фальконами так втроем через мид вроде как файл конс отправлялись но как-то резко остановились возможно ждут кого-то еще по-хорошему то у них очень хорошие пик силы сейчас и можно продолжать гангать бегать за счет того же monkey king и который очень много дает спали вижена боятся пока что нападать на пангальера потому что нет вижена что-то за его спиной не в этом-то дело даже если вы нападете нет дума без дума не забрать тоже верно поэтому особого смысла нет ну нажмите ультимейт уедет ну и вот манта стайл появляется на практически две минуты быстрее обычного ну и дальше бкб какая-нибудь бабочка сатаник ну и в целом все я думаю что минут десять наверное и игра уже будет постепенно ну вроде как знаешь как кажется по крайней мере по тем данным которые сейчас сейчас посмотрим пару файтов еще тут у нас очередная отсечка будет потому что есть вот момент смоков от команды фэлконс и они идут в сторону морфлинга морф конечно занял стратегическую позицию но по идее monkey king его найдет быстрее вот он на дерево пошло крит уже идет вот лосо на месте до деревца есть деревца крадется смотри крадется 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 там вард еще стоит да да находит паука он успевает нажать перекачку но арена кастуется от молрина урона много и просто из пепелили не за растворили дезинтегрировали выбирайте какое вам нравится выражение в общем морф испарился так на мар нападение здесь его и успевает получить себе немножко иммунитета но там и думка бар живет а маржи весна кинк нет живет марш на кинг просто набегал может быть поцелить бы смог закрывает муза получает он в ролл спанч свой но мы говорим до свидания а вот лимпе это вообще было не по плану нужно бежать отсюда заканчивается мана да да срочно убегать на малдрин бросается за ним в погоню и не рискует идти уже по т3 отпускаю здесь шторма повезло но игры появится сейчас глепнер и все он так не уйдет уже больше там за комбинет так что шторм простоит в дизейбле всего драку или все избиение и doom 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 crimson ну crimson отличная вещь конечно но проблема в том что здесь уже такой перефарм не особо вроде как и сильно поможет но с другой стороны это тоже баф аура кто знает почему нет да но остановить теперь эту луну будет крайне крайне тяжело 3 в миде сейчас будет момент игровой малорин здесь перед даже чуть ниже малорин перетягивается видит муза муз далеко на линии показался у нас шторм шторма прям перекрыть жестко нечем кроме ласту да надо дождаться ласту открыто а что у амара у нас на там мека пайп ну тут прям все сейчас еще шар тебя возьмет небольшой пока так у вас откатило значит можно идти в атаку я про два можно идти ломать принципе либо закрывать на базе без костов сейчас полностью и ломать армии перетяжка в мид наверх идут у нас фэлконс и сверху сверху вообще почти вся команда без козы испармит сводок пока занимается виженом проблемки могут быть большие у шторма проблемки могут быть у кого угодно потому что лассо не в кд нужно бежать шторм успевает уйти окей через через всю карту полетел но слушай драгоценное время выиграла себе команду без кост вот этим байтом фальконов но с другой стороны амарку а так тормит разобрать шар достает как же долго не забирать там же вообще прям очень-очень мало шар для эльмиша я уверен доволен такому приобретению а там повкуснее таргет вроде как планируется да или что они хотят они перетягиваются вниз через тренгейт кутам амплифай не могут дойти даже до дума за т2 и забрать его ну и после вышку запушить на базу полетел кто на базу улетел мк мк там ману 0 ману и интересно просто вышло так с амплифай перетягивался такого я драться готов ребят не готов а что-то 40 ресурсы надо пополнить я полетел там мама покушать приготовил как будто бы на урон все собрали не пополнить ресурсы в миде перетяжка со стороны фэлконс здесь лимпи вместе с эльмишу набегает крит здесь скейтер уже все на месте и пытаются бискост убежать но лассо не отпускает никого жаль нет аганима потому что будь аганим сейчас может подтащить двоих да но это еще не конец там снайкинг где-то выигрывает время сноубол успевает нажать малрин уже в позиции амар также набегает глеб мир под арену залетает в итоге снайкинга жив но из арены тоже успевает выбраться без пост но не все к сожалению перехватывают свэна свэн также отправляется в таверну шторм успевают улететь без маны крит за ним прям маны гадят смотря марма штат рученькой догоняют все-таки подвышкой шторм спирита и это еще один фраг в копилку команды фэлконс на центре здесь пайк пытается ломать ну хоть какими-то путями обходными команда без кост пытается выйти из этой ситуации в которой сами себя загнали но ничего особо не получается 10000 у марфа 14 уже у луны ну и суммарно 6000 перевеса за фалькона мим ну и рошан в принципе можно пойти тоже забрать сейчас да сейчас собираются обе команды возле рушпита скорее всего будет драка может быть даже предфинальная какая-то потому что реально после нее можно пойти вперед и запушить все в дуал хайграунда если вы выиграете и наоборот находит эльмиша первым до свидания скорее всего говорит сметфайр кто еще кого еще можно поймать пытается в твингейт запрыгнуть мус запрыгивает малрин получает урон но тут как бы дум вовремя подсоветился поэтому кнопки малрин не нажмет отлично забирает манки кинга но правда помимо манки кинга есть еще и луна с которой тоже нужно что-то делать а вот на луну ресурсов уже не хватает бим очередной залетает в лимпе мус остается здесь видимо жертвует собой да чтобы ушел тиммейт и суммарно минус 3 оформляет скитер в этой драки и выход на рошана открыт ну и после рошана в целом могут уже на фалькона пойти форсить драку на стороне я думаю т2 нужно эти забирать может вся линия стоит да я имею то пойдут по линии прям до т3 почему и нет можно пока посмотреть повтор драки неплохо вроде как ворвался малрин но с другой стороны мог бы лучше да но вышло все равно хорошо то есть мы видим что даже несмотря на то что одного из таких богатых хоров могут стирать быстро до этого хватает ресурсов команде холкан стоящих хватает чтобы драки выиграл но после этого киллап смотри как может пустанул сразу на вторую строчку они уже если честно с бкб у нее скоро там ханда я так понимаю ну кристаллис по крайней мере но об этом говорит она наверное появится но бурон будет и какие-нибудь саппорты будут страдать вполне это да но кристаллис шар детский забрать тоже было бы весьма кстати ну и по нижней линии выглядит супер логичного решения от фальконов пойти сломать построением кто там у нас там дум подфармливая даду дума пока что ультимейт в кд 40 секунд еще есть crimson ну и в как бы и поставил пока что себе метаст виталий виталий написано я читаю виталий потому что она может считаться как виталия ну я думаю что надо спросить наверное у игрока напрямую как правильно я не увидела виталий возможно и так я просто не обладаю такой информации мы просто давно комментировали южную америку там ильич у нас был ул ильич он реальный лич представляешь по имени прямо написано вот так вот забрали snap fire здесь иль миша погибает но это так судьба саппорта знаешь всегда она опасна и 50 на 50 когда ты идешь на вражескую территорию без вижна либо ты пробежишься как герой расставишь вижна вернешь домой либо тебя найдут вот и все в миде в миде у нас свен далековато находится тут какая-то безысходность если честно уже намечается даже не хотят драться пока а тут руна считаешь что льда прям супер при луна просто с руки наваливает по т2 под прикрытием своей команды ничего не боится и скорее всего вышка не устоит последний тавр остается сверху внешне и туда уже бегут ребята из фэлконс бкб параллельно готовы у бескос на шторме это хоть как-то облегчит ему жизнь ну и потихонечку а тут даже не ханда смотреть через да и дал ус именно хочет жить вам наверное это правильно ой 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 вот тут соглашусь пока пора бежать на превращается макетинга давай ну ты водишь говорит это за салочки классические ты вода вот он его бандл страйком кинулся теперь попробуй догадывается еще и крит ну ты тем и даешь мимо конечно каждый день у нас происходит на инте подпушивать центральный коридор вышка упала сверху теперь только хайграунд две с половиной минуты времени предостаточно заперты на базе без кост это наверное даже плюс для них некуда идти не 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 о чем переживать ты знаешь примерно откуда придет оппонент так что все нормально либо с одной либо с третьей стороны просто ждем сверху кстати остался один герой а этот герой амар амар тут один и амар за это сейчас поплатится своей жизнью его забрали это правда летел кто-то на под сейф но не успели тиммейты вопрос такой а что там амар делал непонятно видимо настолько себя чувствовал уже свободно в рамках этой игры думал что ну ладно пацаны там на рампе так-то фалконс потихонечку отдают деньги если 5к было до этого 6 был и 7 я даже смог берет себе кстати свен неужели в атаку пойдут без кост что там у морфинга появилась я не думаю что не доедалось уже гадния бкб кристаллист ну и кристаллистов а шаршаршаршар до да ну и вот он смог выходят с базы без кост разворачиваются фалконс обратите внимание они уже на своей половине и по-моему читают этот момент я вижу на просто не вижу них такого глубокого агрессивного кроме от снизу да так что наверное да прочитали да ну все равно заперты себя под базой без кост все равно заперты готовы готовы подраться фальконы минутах хотя за минуту ты можешь просто зафорсить какой-то там глиф да я не думаю что какая-то будет реализация аегиса перо они так хорошо все сделали они забрали все линейку то 2 товаров поэтому я считаю что реализация уже удалась есть и в теории сейчас под выпадение где-то удастся зафорсить драку еще да и разменять его выгодно то это вообще будет идеальная реализация ой там это виталия виталия заходят фитер на хг у него аегис напоминаю 40 секунд будет действовать начинает под эти три глиф потрачено возможно минус страна кстати но скорее всего скорее всего подтягивается амар только сейчас вот вообще идеальный тайминг чтобы напасть пока раздроблены были но другой стороны бисков тоже никого в составе марфа нет может нам что-то себе дабформлю это наверное да и далось дам ну не раз и близко они уплечены когда копейки ею йей общем кремонтварь это провод по ее поймали поймали пологой и и а то что такое было лид к чудом выжил здесь шторм конечно я думаю там нужно срочно бежать на базу Регеница. Вот это, конечно, второй раз, по-моему, ситуация, где один из героев врывается прямо в тайминг Бангла-Страйка, который летит в другого героя совершенно. В предыдущей катке плюс-минус было так же. Ой, как пытался затаймить Маларин. Маларин хотел остановить, как говорится, транспортное средство, которое неслось с превышением скорости, но не успел, увы. Слушай, а следующего Рошана как будто бы не имеет права без Коста давать даром команде Фальконс. Понятно, он еще будет не скоро, но я думаю, что в силах, откровенно говоря, Фальконы и в целом-то пойти сейчас на еще одну сторону. Вверх отпушить. Я бы на их месте не торопился. Зачем? Зачем им торопиться, когда самая простая стратегия здесь, просто завардить вот этот вот полукруг и стоит ждать. Самое идеальное вообще треугольник левой занятий стоит ждать. Варды в правый лес, вот этот ближайший, в левую часть встаем фармим и все, по всем фронтам перекрыто. Если кто-то выходит с базы, реагируем. Но они пока в самоках ждут. Снизу выходят, как мы видим, ребята из Бескоста, а ребята из Фальконс крадутся в сторону Т3, что ли, или что? Ну, иллюзии загоняем. Вардик, кстати, да, Вардик уже стоит глубокий, далекий, но там в миде кто-то. В миде сейчас поймают. Они пингуют, пингуют, пингуют сюда игроки. Команд Бескост понимают, что там их ожидают. Смотри, как передвигаются у нас Бескост, они понимают, что да, что-то рядом есть. Шторм не выдержал! Шторм полетел! Ладно. Ну, у этого парня определенно большие амбиции. Как же Маларин хочет свой жезл из кустов закинуть просто каждый раз и перехватить ее за шторма вот в этом полете, но не получается задание. О, да. Ну, Лампе дает пока что контента. Красавчик. Да, ну, все дают контента на самом деле. 30 минут, хоть и не так уж и много фрагов, хотя, ладно, нормально, 23 на 9. 30-очка. Могло быть и больше, видели, точнее, больше. Тут вардики, да, интересные? Курьер сил света был убит. А, это курьер Дейдаус. О, Бинус Дейдаус. Неприятно. Сюда, сюда, сюда. Теперь ждать появления... А, там все равно... А, рецепт есть. Да, реально был Дейдаус готов. Как это обидно. Ибая нет. Вдвойне обидно. Кто такой Ибай? Байбека. Ибайбека нет. Ибайбека нет. Ну, сейчас вот высокая ответственность, я бы сказал, ложится на плечи Морфлинга, что ему реально нельзя ошибаться ни в коем случае. От него здесь практически все зависит. У нас пошла, пошла погоня, погоня, Крит говорит, иди сюда, Эльмиша. Эльмиша говорит, у меня пять реактивных двигателей, попробуйте догонить. Ладно, догнали. Так мы в следующий раз поговорим. Так, и Рошан появится... Ну, появится он... Снизу. Да, во-первых, снизу. Во-вторых, непонятно, правда, через сколько? Через 25 секунд узнаем, поговорим. Там сверху Виталий фармит. Неподалеку был просто Апангич. Но Амар соло, как обычно. Амар реально отделился от команды, если обратим внимание. По миникарте он как-то... У него своя дота начинается уже и продолжается, а команда как-то без него справляется. Большую часть времени. Да он хорошо тоже. Вообще, тепловая карта у нас, смотри, какая. Да, 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 он двигается, видишь. Ну, большую часть времени провел снизу, но все равно. Разделил, так сказать, карту напополам. Свою речку проложил, да. Так, ну что, 36 секунд до появления Рошана. Там параллельно Фелканс бегут в сторону руны и терзателя, так понимаю, своего забрать. Малрин забрал, да, окей. Свою за контроль ли я надеюсь, ребята, из-за бесплатно, потому что Эксплак как-то важна. Да, но здесь быстро Торментер падает, и Снэйкинг получается без шарт. И Линка. Линка готова, да, для Луны, плюс еще и Грифсы появляются у Амара, что еще усиливает Фелканс. Я бы в разы, я бы сказал. Без самого Панголера теперь сложнее будет забирать. Пока ни одного просвета открыли. Да, еще и сейчас скоро блинк у Скитера. Не, не у Скитера, это, по-моему, у Таска будет блинк. Опа, куда это так вышли у нас без кост? Двенадцать тысяч перевесов за фальфонами. Байбэк есть у Шторма, байбэк есть у Свена, байбэк есть у Бабки. Ну, у трех персонажей есть байбэки. У Марфа нет с Думом. Вот это что плохо. Самые важные байбэки отсутствуют. Ну, у Морфлинга скоро появятся. Ну да. Балды не хватает буквально. Да и Думу тоже, да. Это мелочи. У всех будут. Разбивается Смоку от команды Бисткост. Отправляются вперед. Ждут их, правда, уже на Вижене. Не самая лучшая позиция будет от Бисткост. Они сейчас как все на ладони. Увидели, увидели. Нет, не увидели пока что. Мус, будет ли ревелить? Да пока непонятно, куда идти. Там Снайкинг может сейчас все разревелить. Обходят, обходят по дуге. Оставится Вижен. Все мимо, да, да, да. Вижен сломали, окей. Ну и прекрасно понимают, Фальконы, как это и к чему сейчас дело может привести. В спину будет выход сейчас, смотри. Проморгали. Бисткост, возможно, выход. Если сейчас Фалконс пойдут вперед. Ну там Вард. Под Вард, конечно, опасненько идти. Это факт. Ну и Рошан сейчас поедет через 20 секунд, но он пойдет наверх. Может они сразу ТП наверх сделают? Фалькона. Опасно. Ну, команды как бы в шаге. Если вы все дружно нажмете на портал, а будет нападение тогда что-то. Ну, тоже верно. Ну, они друг на друга просто пингуют. Такие пацаны, давай к нам. Давай вы нападаете. Я думаю, что просто ждут более выгодного момента. Нормально. Вчера примерно то же самое было возле Рошпит от ББ. Вот, например, мы матчи смотрели. То же самое происходило. Это сейчас очень важно. Да, они реально прыгают в портал с пятером. Тебе был прав. А, да! О! Ой. Вот это должно было произойти, но чуть раньше. Минус кнопка. Ну, ладно. Хотя будет только ультимейт снэпки. Могут еще подраться. Но, блин, хотелось бы, конечно, ультимейт снэп файр в драке заиметь. Эх, Рошана отдают, судя по всему. Да, даже не собираются что-то... Ну, не успевают Бескост никак ответить. Появляется Мидас на 35-й на Думе. Неплохой. Лайк. Таймер. По-моему, самый поздний, наверное. Один из самых поздних, которых я видел. Но, может быть, сработает. Баннер появляется еще у Фальконов. Да, это поможет им определенно зайти на ХГ. И линия начинает пушиться жестко в сторону Бескост. И им, скорее всего, скоро придется возвращаться на базу. Так, а что там у нас? Свен хочет подловить кого-то. Ну, возможно, сейчас подловит неприятность для себя. В виде какого-нибудь таска или еще кого-нибудь, не дай бог. Опа! Ага, я говорил! Я говорил! Но байбек есть, вроде бы. Ну, знаешь, не хотелось бы его просто так тратить. Но он выживает, слава богу. Но на Тоненького, правда, повезло. Так, ну заход на сторону по логике Кипи должен... Очень опасная вещь. Вот сейчас, о, можно подраться. Шансов мало, но они есть. Подогоним Шторма, под Расказ, под все бафы. Но там Аегис. И Скитер больно бьет. Баннерочек стоит. И команда далеко. Видишь, как Фалкон все грамотно делает? Они подставляют одного героя, остальные стоят в километре. Ворваться тяжело нормально. Малрин запрыгивает, видит Эльмиш. Эльмиш уже без половины хп, так же, как и... Ну, стягивает в итоге. Скитера такая себе. Стяжка. Теряют в сторону Бискост. Перетягиваются в мид. Фалконсы начинают ломать уже Т3 здесь. Параллельно. Аганим есть у Бэтрайдера. Нужно быть готовым Бискост, что сейчас двоих кого-нибудь вытащат. Ну, это последний замес сейчас, по идее, должен быть. Ну, с байбэками, я имею в виду, понятно. Так, а это кто такой? А это Эльмиша. А, тут Эльмиша не один, здесь Морфлинг врывается. Шторм врывается вперед, нажимает БКБ, но получает лассо. И уезжает из драки, не успев никого стянуть. Байбэк делает моментально снэпка, байбэк не делает Бэтрайдер. Покатился вперед Амар, пытается догнать Шторма. Шторм без маны. Ультимейт потрачен снэпке, неудачный в итоге ультимейт. И падает в центральный коридор, тратится. Глиф фортификации, врывается Морфлинг, понимает, что не вывозит здесь драку. Нужно как-то кайтить, не знаю. Заканчивается глиф, нажимает ультимейт от Свена. Летит Шторм, стягивает Луну. Луна разворачивается, говорит, окей, давайте подеремся. У меня же есть Эгида, почему бы и нет? Ну, Луна реально одна против всех. А там под пил, все, Солор на нее накидывает, вообще без разницы. В Соло просто идет скитер, говорит, давайте биться, спасает его Снэйкин. Говорит, братишка, давай отступим, перегруппируемся, попробуем с другой стороны, возможно, зайти. Не стоит оно того. Ну и на этом, видимо, игровой закон. Там Бэтрайдер сейчас уже придет. На этом игровой момент заканчивается. Бараки уцелели, да? Да. Из неприятного. Так, а сколько там Аегис остался еще? Ну, надо глянуть. Таймер сейчас что-то не показывает. Ну, я не запомнил, если честно так, да. Надо бы глянуть. Ну, скоро закончится, скорее всего, судя по тому, что он уже мигает. Должен заканчивать. Ну что, заход еще один. Можно лунную на секунду кликнуть, пожалуйста? Ой, две минуты. А он еще ждет... Линка прилетела. И вторая попытка зайти в сторону. И есть врыв на Скитера. Скитера перекрывают. Но Абласо по двоим залетает от Бэтрайдера. И вот уже на луграунде находится Снэпфайр вместе с Думом. И моментально также в таверне. Без байбэка. К сожалению, Снэпка падает сторона. Дум делает байбэ, вкатывается Амар. Так, просто зонит пока что оппонента, чтобы те не ворвались. Поймали Дума. Дум после бая, напоминаю, нажимает БКБ. Пытается хотя бы... Амара подцепить. Стяжка от Шторма шикарная. Забирают Бэтрайдера. Но это только Бэтс. Пытается пробить Снэйкинга. Но Снэйкинг слишком плотный. Не взять его. Сноутбол на развороте. В Штом Спирита мана заканчивается. Надо бежать на фонтан. Регеница. Морф за Штормом, за диммейтом. Но план перехват отрабатывает. Пытается перекачаться в силу. Шторм. Еще одна стяжка под Дум. Но это все оборонительное. Это даже близко не ответное нападение. Свен подрубает ГДС. Пытается Шторм на кого-то запрыгнуть. Прожимается БКБ. Но это... Это капелла. Да, туда-сюда. Хорошо, что есть фонтан, который помогает ребятам из Бискост. Есть еще одна стяжка. Врывается Виталий. Собирают, кстати, Манки Кинга. Байбэк делает Шторм. Вернется обратно на череде байбэков. Пытаются все-таки перевернуть Бискост эту ситуацию. Снэйк Кинг уходит с ноутбол. Его не забрали. Дум погибает в очередной раз. Догоняют у нас здесь Свена. Свен получает бим. И также отправляется в таверну. Параллельно забрали Морфлинга под Т4. Он нажимает байбэк, недолго думая. Не сдается Бискост. Но остается голый трон. Поймали Амара. Пытаются затащить на фонтан. Но Амар не согласен. Он не хочет погибать раньше времени. Выманивает на себя оппонента. Всем уже плевать на трон. Все хотят продолжать драться. Зачем заканчивать эту карту, когда можно сделать еще парочку фрагов. Парочку смайликов. Написать в чат. И наконец-то написать. Good game. Волплей. Хорошая катка получилась у нас в исполнении фальконов, откровенно говоря. Ну, практически даже повтор предыдущий. Да. То есть настолько на классе они переехали сейчас без костов, что уже и... Че уж тут говорить, дорогие друзья. Это ГГ. Фальконы проходят в верхнюю сетку, а без кост падает в нижнюю. Да, молодцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!